Эй, йоу! Помните, совсем недавно была зима? Хотя подождите, сейчас май и сейчас тоже еще зима. Ну да ладно, я собственно вот к чему. Тогда, когда была настоящая зима, я покупал на Али пару восстановленных айфонов 5s. Кто не смотрел, есть отдельный плейлист, ссылки будут в описании. И вы, дорогие мои зрители, часто спрашивали у меня, как они там поживают, как в эксплуатации и так далее. Ну вот и пришло время рассказать, что к чему. Ну давайте начнем с внешнего вида. И да, он пострадал, потому что дети – это постоянное падение любого, что у них есть в руках. Как вы можете видеть, было много падений, и разбилось черное стеклышко, прикрывающее камеру. Но это никак не отразилось на работе устройства. К слову, на том же Али есть продажи корпуса к любым моделям айфон, по очень демократичным ценам. Можно даже сделать моудинг. Это такое модное английское слово. Окей, Google, что такое моудинг? Ставь лукаса, если у вас сейчас включился поисковик. Это то, на что смотришь в каждый раз, когда пользуешься смартфоном. Он тут ясен, красен, не оригинален. Но с качеством китайцев каждый раз стараются и делают все лучше и лучше. Специалисты сказали, что это 3А, 3+, если вы понимаете, о чем я. Рядовой пользователь будет доволен таким качеством. Инфа сотка. Ну а для задротов всегда будет до чего докопаться. Следующее, о чем хочется поговорить – это батарея. И она, фу-ть-фу, прекрасна, как для восстановленного гаджета. Не хочу и не буду ставить специальный софт проверить состояние аккумулятора. Скажу одно – держит до 5 часов экрана. Это весьма неплохо. Связь тут тоже очень хорошая. Да, в лифте можно потерять сигнал, но в остальном все прекрасно работает. Wi-Fi, BluePoop и LTE отлично себя ведут. Одним словом, у нормальных продавцов нормальное в этом плане устройство. Тут тоже много не скажешь. Обновляется нормально, кайклауд из Китая не был привязан, прошивка со временем не тормозит. В требовательных задачах нагревается не сильно, при зарядке вообще не греется. Мне повезло, точнее повезло и повезет всем тем, кто покупал и будет покупать у этих продавцов. Так как камеры стоят оригинальные, качество снимков сравнивал с айфонами из российских магазинов. Вот примеры снимков, сделанных на этот айфон. Чтобы потом не сказали, что я только хвалю, судите сами и напишите свое мнение в комментариях под этим видео. И я буду ждать. И я буду ждать. Динамики такое чувство, что оригинальные. Сравнивал с качеством айфона SE все примерно на одном уровне. Все, что нужно знать вам, это то, что динамики не начинают хрипеть через какое-то время. И это хорошо. Максимальная громкость сносная. По моей сугубо любительской шкале оценок на 4 из 5. Но тут все очень плохо. Все не оригинальное. И мною не рекомендуется к использованию на постоянной основе. Даже не так. Вообще не использовать. Потому что они могут стать причиной поломки вашего устройства и не только его. Сразу же пойдите в магазин и не поскупитесь купить кабель за плюс-минус 700 рублей, который не спалит ваш дом. Если быть кратким и говорить вам без эмоций и попадать в комфортный для вас тайминг видео, то тут уже надо подводить итоги. Если вы хотите недорогой айфон и вам пофиг, что он восстановленный и пофиг, что он с Алиэкспресс, однозначно стоит покупать. Опасно покупать у непроверенных продавцов. Поэтому есть блогеры с их ссылками в описании на проверенный товар. В любом случае вы покупая на Алиэкспресс всегда под защитой. Максимум, что вы можете потерять, это время. На все 146% оправдались. Я смело могу рекомендовать его к покупке. Вот, дорогие мои, как-то так. Тут, как обычно, я попрошу вас, ну нажмите вы уже этот гребаный колокольчик. И вам хорошо, и я спать спокойно буду. Если понравилось, ставь палец на север. Если не понравилось, да и будем стараться дальше. Да, кстати, еще раз, нормальные восстановленные айфоны ждут вас в описании под этим видео. Всем тепла в душу и за ваши окна. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...